так давайте за фениксом пока полетаем так 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 здесь вроде бы все в порядке что еще эти 5 секунды начала игры но как видите мы пока ничего не с вами не пропускаем для начала сражения секунд стоят начала битвы извещает нас об этом диктор но окей так вот попытка номер два слушайте но интересно но наверно уже знают что очень ширп и так вот салат заходит активно на хайграунд пытается пытаться как-то развести его на нервы развод на нервы еще дальше еще глубже со второй попытки 3а но все-таки развили нас ну точнее отвели не развили отбросили заставили отступить назад и в итоге даже попытки не будет сейчас руну забрать битва начинается при том что они так пеникса и не увидели максим так куда дошла парка по моему до там второй ступени или третьей ну для до 2 вот на сам хайграунд у нас не поднималась такое у меня было ощущение ну то есть феникса не видели мог бы мог попробовать но не попробовал да и ладно так кому достали там пларки сайленсер вот так вот все таки барашка требует стать пор там пларки это интересно вот еще огур имеется с 8 брони дадам 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 так и бигдум и бигдум стоит сайленсер закупился нормально так закупился смотрите играет через ну так и надо наверное играть против темпларки потому что есть возможность проклятием сжигать всевозможные защитные усиления темплара саси но видите вынуждена уже была потратить эта девочка свою хилочку так мисс проходит ну естественно слоу граунд там бра бросал бараш глейф и не попал бристлбэк так что свэн саппорт да да получается саппорт свэн у нас бристлбэк кэри но вот как-то так чешир там настреливает метриум отбивается убегает ну манки то ведь в чем проблема первого левела шедоу шамана в том что вроде как он может даже подойти к в данном случае к фениксу да но по сути запить его ничем не может так 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 зацепили трона трон может коги поставить значит его не совсем зацепили сейчас в лицо просто с4 прилетает вот замечательные шестереночки отбрасывая его назад так вот был бы тут какой-то хекс а вот эти уже есть шекл это посерьезнее это поинтереснее опять пауза ну окей окей все быстро все быстро прошло все прошло очень быстро угар тоже быстро подходил но также быстро и ушел так вот там я слышу 8 и 10 а 11 кто-то 10 вспомнил это хорошо это значит вы еще какие-то маны вспомнили что так ноль только пришел ну в общем я так подозреваю в целом у вас очень хорошая память потому что вы явно больше чем я вспомнили молодцы money to burn деньги чтобы сжечь то есть бросать в экран и говорить в альве чему еще нет half-life под номером 3 я уже столько денег в экран бросил уже разбил его железными этими монетами это не знаю чего мы сейчас делают так 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 и сжигать ее сейчас же сожжет ты или нет и набрасывают птенцов и еще тычка еще летит еще птица и еще сгорит сгорит горит 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 или нет или сгорит или нет а там залитер подошел и где же будет фэмэ в этот парк но за чеширом повернулся ванскорку а зашпирнулся сейчас чешир просто даст на крем а может даже не будет отдаваться просто улетел так нашел стаки но отдался только не тем но как бы вот как-то так как-то так окей опять коги в лицо по лицу в бочину единственно что фуга хорошо то что они не бьют дважды ну как бы для вас было неожиданностью узнаем сколько же крипов на фармил каждый из персонажей но так фармящих у нас один два три четыре героя четыре с половиной если клокверка из вна брать ну и то чтобы они не герои да но вот их фарм явно заслуживает отдельной интерпретации потому что у них крайне сложные ситуации с фармом старые же фармят тут клинкс бритцелбеком делят первое место попеременно обмениваясь вот и парочки столько же практически сколько и у бараша ну только чуточку больше правда она погибала разок правда разок она погибала погибала так у феникса один убитый 11 наймой но зато и у него но рождество чудеса смотрю на когда и ну то есть одна смерть до 1 ассисту не будет такой один убил одного крипа убил одного дна так 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 а вот это инвиз это хорошо потому что можно подловить им пара фазе например учитывая что он может стянуться и там что к сону прилетела может быть он уже стягивается может быть цена и не надо может быть одного бараша будет достаточно вместе с биггам доты кстати тп от огра и это тп видно огра 606 хп у темпларки 720 можно даже попробовать огра но самая главная цель кэш тпл рассасе так там свен 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 готов напали напали рефракшн есть рефракшн так молоток хорошо сбили рефракшн его теперь вот стану по сон лайт очень мало у него хватает 200 196 а ушел ушел в инвиз окей чего ждать стан стан через секунду и стан прямо укладывается на сон лада но не убивает либо задуть бы задуть как-то там а вот они птенцы вот он подошел чешир сюда а есть рефракшн но рефракшн 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 заканчивается имеет такое свойство утонула по-моему она утонула друзья захлянулась просто водными массами и лам и тина и уже 20 впереди аркейд а фрак ночей в общем то записали счет насчет лины насчет бигнума пораж давай добил ну как-то бодренько начинают бодренько 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 начинать по линиям ничего там вот супер новогоднего пока не видим но просто потому что уверенно стоят там своих легких линиях фармит джакал фармит кто фармит recovery фармит ой-ой-ой вот это стану это был по-трону сейчас будет 2 подблочил его от 4 чтобы он попал лина хорошо тронтики прыгает коги ставит коги толкают неприятно но бежать то уже некуда то что со всех сторон окружили окружили его еще один стан и трон на отправляется фонтан здесь же брак отправляется за руной видимо пытывает необходимость восполнить свой ботл заработать немножко денег если это будет конечно же руна баунти но это руна иллюзии так что зарабатывает у нас не денег а тактическую возможность какую-то иллюзиями кто-то застакать может быть туда добить демиджи внести может развить на какие-то силы в конце конца просто пополнить свой ботал вот сразу используются иллюзии так тут вар детки прилетел но гоу гоу рефракшн но сразу этот рефракшн подвергается нападение вот так вот уже закончился этот рефракшн еще и бигглтон бежит но бигглтон конечно был но сложно было наверно выписать его в такой ситуации хотя рэндж в принципе ну рэнджи наверное хватало надо было там под ударами тавора стоять не очень было бы это приятно но феникс феникс наверху самое главное что феникс готов тут такой себе разгон давайте скажем от джакала будет видно а вот теперь непонятно но расстреливает бараша глобал хотя глобал бы наверно не помог да скорее всего не помог бы если бы вот феникс туда бросил спирит тогда помогло бы должен был феникс тогда очень жестко лететь он летел но вроде бы как все закончилось не очень хорошо 31 31 31 первый первый фраг пошел пользу пользу пиди в пользу про дота так ну джакал хочет быть активным смотрите собрал себе медальку и считает что этого в принципе достаточно чтобы кого-то убивать там бристаллбэк и клакверк и в общем кто ж кого так на бритвэк может конечно же всегда повернуть за спиной но спина у него не самая сильная пока что первого лэвла то есть сокращение урона всего лишь на 16 процентов спину с боков на 8 ну джакал там походил посмотрел ворд 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 бежит 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 а ну это немножко другого арта так и дубль дэмоч естественно посмотрел биггам так иратлива на эту руну потому что д-д х ушла вот она ушла д-д вот она и пришла АДД. Так. Ну, хотят они как-то. Ну, на этот раз, я думаю, Бараш будет защищаться. Причём очень серьёзно. Не хочется, наверное, ему ещё раз погибать. Так, Жакал, между товарами этого не видно. Ну, прям, смотрите, совсем в атаку перешли. Тут втроём находятся на центре. Правда, немножко растянулись. Растянулись свои обозы. Так, окей, медаль. Ну, без шанса. Вообще, три выстрела, и всё. Ещё и пошёл фармить в наглую. Ну, вот. Пока не могут ничего придумать, как же бороться с этим товарищем, который в наглую там ещё выфармливает стаки. А почему они пришли, не прочек? Ну, они думали, что он, как бы, убил и на ТП улетел, да? А он настолько наглый, что он убил, у него ТП нет, и он просто-напросто стоит дальше и там фармит. Ну, или там убежал, допустим, если прочекали, что ТП у него нет. Так, вот они, змейки. Слушайте, начинали-то как аркеды, неплохо, да? А в итоге, что получается? У Т1, я тоже дважды погибал. Ну, и дальше что делать, не совсем ясно. Ну, пока нет змеек, надо, наверное, тоже какой-то выйти. Ганг, может быть, попробовать, там, что-то, Ларку ещё раз забрать. А тут вот стаки просто все, просто все стаки выпадают. Что ж такое? Они же веют это всё. Представляете, вы видите, как формят ваши стаки. Это такая боль. Ужас. И самое главное, вот вы сделали ТП на стаках, то уже нет. Самые крутые крипы остались. Вот бы, вот бы их сейчас как-то отжать. Но нет, 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 нет. О, ну, Урса досталась всё-таки свину. Встану ещё раз по Санлайту. Вот теперь слизь. Окей, замедляем. Пришёл бараш, где Глобал-Глобал пока не сжмётся. Просто расстреливают Санлайта. В спине у него там не так много защиты, как у Бристлбека. И, похоже, Санлайта решили продать. Хо, 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 хо. Ну, на самом деле, наверное, это... Ну... Слабое утешение. Вот реально слабое утешение, поскольку потеряны были стаки. В одном и во втором месте, то есть два кампа было заформлено. Один клинт заформил, второй был коллективно забрат. Сейчас, на самом деле, удар по экономике, мне кажется, довольно серьёзный. Давайте быстро графики прочекаем, был ли удар по экономике. Ну, вот был, был. Может быть сейчас 2000, немножко там было как-то отыграно за счет убийства Темпларки, но все-таки удар был нанесен. Может быть там ни на 10, конечно, тысяч, ни на 20, но тем не менее тоже хорошо. Посмотрите, Джекала сейчас абсолютно никто не контролирует. Он спокойненько, 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 спокойно добивает Талар. Что касается Трона, то вот он готов давать хоккшот по Бигдуму. Бигдум, Дота, Бигдум, Дота, Бигдум. Ну, возможно же, ну как, ну там же, там же было, вот здесь она стояла. Чему в крипа? Странно. Очень вообще странно, если честно. Так, Коги толкнули одни, вторые, бараш прилетел. Труна инвиза, ну там уже, естественно, все отступили назад, понимают, что слишком много сейчас МТП будет, и не стоит нам, наверное, драться. Барашек. Можно Рошана проверить в сути. Так. Рошана нет. О, Смоук. Интересно, интересно, интересно. Так, вот замедлили, замедлили, напали. Ну, глобал, барашка, конечно, прожал. Вот с БТП самое время делать, но он не успевает. Ничего сделать, просто стоял, его там забрали. ТП у него в откате была вот эта проблема. Пытался размяться хотя бы саппортом, но, честно говоря, это у него не вышло. Слышим мы, как Джакал уходит в инвиз, и видим мы, как Джакал находит Бигдума, и видим мы, как он его убивает. На самом деле, о, ну, Трон пока что не в самой лучшей форме сегодня, видимо, кто-то подпилил ножку, ножку Трона подпилил. Или там в эту симуляцию занёс пару вирусов. Потому что... Хотя, может быть, в этой ситуации сложнее было попасть по СВД, но вот там в Лину надо было попадать 100 процентов. На нижней линии атакуют. Ну, он, конечно, мог геометрически так стоять, чтобы треугольник не получался, получалась прямая линия. Ну, я имею в виду, что вот здесь был Крип, а здесь была Лина, да? А он стоял вот как-то так. То есть он не мог, ну, грубо говоря, Крип перегораживал ему Лину. Если бы он вот сюда сместился, в это место, тогда бы он мог там выстрелить. Ну, ладно, наблюдаем, как развивается сейчас что-то. Развивается. Развивается атака. Ну, оп, оп. Медаль, медаль, медаль. Полетели. Вот там же Сычка-то за тобой летит. Чуть не убила вот сюда. Так, стал по-двоим. Хорошо. Можно ещё один. Сработала на комбо-бомбу. Хорошо. Айсо, яйцо. Ультиметрин сработал. Трон жив пока что. А Клинкс вот погиб. И Огр сваливает из игры и говорит, ребята, я пошёл. Я ухожу. Ванскор, всё, ребята, я ливаю. Вот как-то так-то получилось. Ну, довольно далеко сейчас Феникс там находится, супер ново. Супер далеко. Ну, Тупарка может подойти, наверное, сейчас он всё-таки берёт этого крипа, потому что душаман может идти ворды. На самом деле они могут здесь драться. То есть, супер ново далеко, можно... Не, наверное, драться... Ну, то есть, трон хукануть своего не может. Трон... Ну, если как бы переезжать супер ново, то потом можно подраться. То есть, если вот где-то в этой части находиться, то сюда отступить. Может быть, это слишком далеко. Там у супер ново, конечно, не три экрана радиус, но тем не менее. Может, на всякий случай не задело. Там потихоньку-потихоньку отступать, а потом просто развернуться. Все скиллы сейчас через 2 секунды катятся. Вот Коги, пожалуйста, трон побежал. Всё ещё он жив и будет жив. Так, супер, солнце взорвалось. Полетели, полетели, прилетели. Слушайте, а он знал, куда трон сейчас полетит, куда побежит, но нет. Не получилось убить. Что ж, пять-пять. 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 Самое время графики проверять. Давайте проверим. Ну вот, преимущество в 3000 у ПД и почти две по голде. У Супер Феникса теперь есть Супер Перчатка. Супер Мидас. Кстати, вот насчет Супер Мидаса. Может быть, действительно, какой-то Мидас 2-го левела придумать. А вот, допустим, он даёт 190 золота и 2,5 раза больше экспы. Ну, там, какой-нибудь 250, допустим, золота. Ну, хотя... Ну да ладно, это такое. В общем, на будущее думать там кому-то. С4. Оп. С4. Стан. Нет, да. Стан дал. Сталит варды. Сверху нового скилта уже подавали. Барашу и Лагуна. Барашу больно. Сейчас будет просто онлайн его расстреливать. Расстреливает. Его убивает. Есть рекавери. Один и единственный. Но за ним сейчас вся команда просто заметили его. Бежит с онлайн. Огар там тоже. Ох, молды-то заходят. Ой, как больно. Но всё равно, смотрите, у него ХП очень много. Очень много. И пытается в бочину. Его стрелять. Джекал стрелять вбок. Ещё вбок. Ещё в спину. Тебернул. Убивает его. Вот так вот. Минус 4. Минус 4. И пока что на совесть топоросадин записали. Но это как бы особо не важно. Полторы тысячи золота сейчас оформляют в пользу ProDota и 2877 XP. Феникс вместе с Бриселбеком постарается себя что-то там отнесли. Здесь Кэрри оправдывает себя. Кэрри вносят очень много урона. Рошан вот такой вот гневный, огромный, большой, злой, страшный. Пытается как-то отбиваться от этих вот мелких надоедливых мух, которые пришли и посягают на его Аегис. Но не получается у него это сделать. В итоге Sunlight приобретает дозолятор. Ну, Аегис ему достается и дозолятор в тот же самый момент к нему начинает лететь. Куре. Какая здесь Кура? О, здесь типа Кура, у которой подгорает. Горит. Горит Кура. Горящий, правда, это горящие ноги, наверное, у него. Ходил по углям. Это Кура какого-то йога. Ну, здесь просто дракончик зелененький, обычный зеленый дракон. Друзья, вы таких, конечно же, видели все в террариумах. Возможно, там в каких-нибудь аквапарках. Любовь особо стоят. Так-так-так-так-так-так-так-так, чешет, говорит, ну-ка назад. Ну-ка назад. Прекратил уже, говорит, да? Прекратил. Ну, теперь можно нападать. Ну, уже, конечно, там, блин, что, слушайте, тут два дозолятора, два дозолятора и медали. Сколько там минут армора-то будет? То есть, какая-то жуть. Здесь минут 15, если там флага с Молдаза идет, да? И тут там еще как бы минус 7 или не минус 7? Ну, то есть, не, не минус 7, потому что еще минус 7. Правильно. Да. То есть, минус 14. У одного минус 14, кстати, у там Пларки минус 15. То есть, две цели сразу могут быть вообще лишены брони полностью. Тут вот сколько? Один плюс четыре, здесь шесть. Ну, вообще, как-то да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, замедлили. Ну, а какие-то блинки нет, нет-нет-нет-нет-нет. Ничего такого нет. Здесь три вообще броню. Светлана центральная. Ну, крайне все грустно. Очень грустно. Физ-урон, конечно, адски заходит. Но все еще остается шанс и возможность сражаться под Глобалом. Но вот демиджа внести, я так понимаю, что сейчас нет возможности. Ой-ой-ой-ой, это был хороший хук-шот. И в кого-то зажимает. Сейчас Рекавери Огр, конечно же, не даст никуда уйти. Ванскор. Давай, останчик. Кастань не дает, дает Игнать, чтобы замедлить Рекавери. И дополнительно трапой завели этого фаста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Собственно, Клакверк убивает. 1-0-4 у Ванскора, у трона 1-1-4. Но на самом деле очень даже ничего. Несмотря на то, что там пару хуков было не самых лучших. Ну, пристрелялся, может быть. Вот так это называется, скорее всего. Башня Сил Света на верхней линии атакуют. Башня Сил Света на верхней линии разрушены. Ну, вот мы уже добрались до вашего хайграунда, друзья. Здравствуйте. 18-22. Мы не просто добрались до хайграунда. Мы, похоже, его немножко подровняли. Варды стреляют в разные абсолютно стороны. Не по одной целе. Сейчас начали покусить казарму магов. А тут же еще и минус армор. От Дезоли висит там варды. Физ урон, соответственно, урон входил. Увеличенный. Как-то, вы знаете, такая игра вроде без каких-то слишком супер напряженных моментов. И, тем не менее, она уже практически выиграна. Практически, да. Потому что все в доте может случиться. Еще может быть глобал там какой-то. По-троим. Как вам? Глобал по-троим. Но теоретически такое может быть. Если, допустим, у двух персонажей будет БКБ. Тогда получится так, что глобал по-троим. Так, и тут сейчас получается трон по Мэтриму. Угу. А Джакал по кому? По Бигнуму. Ага. Хорош. Не знаю, видели они или нет. Я не обратил внимание, там, стоял ли он на крае вижны или не стоял. Но сейчас Джакал просто по лесам будет бегать и искать какого-то крепочка. Кого бы подкушать? Ну вот, например, Урусу. Урусу. Урусу 950 хп. Не самый жирненький, но тем не менее. 8 плюс 10 у самого клинкса армора, пока медаль свою не грейдит. Ну, может быть, ему и нецелесообразно сейчас это делать. Может быть, реально нужны БКБхи. То есть, и так, минус армора реально много. Вот ему там, значит, не ему, а им для полного счастья какого-то дазу не хватает. Ну, чтобы он там еще бы, да, просто бросал бы ультимейт там по противнику. И просто бы еще пассивно там как-то снижалась бы броня там со временем. Ну, или, допустим, Алхимия, который тучку пустить там, чтобы все завязли в этом болоте и потихоньку-потихоньку теряли хп-шку и армор. И тут мы еще такие по минус 14 и минус 15 с каких-нибудь двух несчастных. Ну, вот, самое время, наверное, подраться. Но за Т2, хотя стан свод пропитывает, где глобал, глобал пока нет. Поэтому все спокойненько расходятся. Так, и чего? Пришли, вроде хотели что-то сделать. Ну, за Т2, наверное, действительно драться нелогично. Но вот почему-то стан был дан. Так, 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 так. Убегаем, убегаем, убегаем. Валим отсюда. Валим, бегом, валим. У нас же видно. Ага, вот так вот хук-шот. Ну, сейчас надо глобал прожимать. Не прожимает барашь глобал. Поздно глобал все-таки дал. Так, Феникс, Суперсонца, трону больно. Сейчас трону, сейчас трону. Заскусили, трону убили. Так, потом тепло-роза. Что она делает с барашем? Она барашь убивает. И по лицу рекавери. Ой, лагуна. В рэп рачил вошла лагуна. Вот как больно. Но станут входит по салайту. Есть варды. Ставят варды по Фениксу, будет сейчас бить. Очень больно. Очень больно, С4. Очень больно, Джейпо. С4, Джейпо. Погиб. Минус три уже. Триплкил совершает клинкс. И дальше за рекавери спину. Видите? Еще чуть-чуть. Еще подсобить как-то по лицу. Еще, еще, еще. Вот так вот. Четверых он уже убивает. Ну, неудержим просто, товарищ Джакал. Сколько он заработал, интересно. Давайте посмотрим. 1138 монет. Дэмэджа не самое большое число, конечно, внес. Меньше, чем в Плорасасе. Но, может быть, не все посчитало. Но, тем не менее, четверых он смог таки добить. Но у него урон очень неплохой. Он под 200. Плюс вот этот вот жесткий минус армор. То есть реально он под 200 и валит. А, допустим, у Лины вот 790. 96 хп. У Тайлинсера тоже не очень много. Несмотря на то, что он играл на первой позиции. И БКБ. БКБ. Может быть, кстати, там не поздно было Global. Просто чуть-чуть лагануло у меня. Но, в общем, неважно. Все-таки Global не пригодился, как казалось. И, вроде бы, то, что, во всяком случае, мне вначале виделось, как неплохой такой драфт в исполнении команды Arcade. Вылилось в то, что, на самом деле, они просто-напросто ничего сейчас не могут сделать. Вот абсолютно не получается. Ну, там есть БКБ. Он может подраться и против всех, конечно. Насколько успешно, не ясно. Но, тем не менее. Ну, можно попробовать сейчас. Ага. Вот, отстающий. Оп. Оп. Два. Три. Форстав. До свидов. Просто мышонок, крысеныша. Вот, я думаю, сейчас вот так там, опять называйте. Особенно, если кто болеет за Arcade. Но, тем не менее, такой персонаж. Что поделать? Есть у него механика с инвизом. Есть у него механика со скоростью увеличенное передвижение и с увеличенной скоростью атаки. И плюс, собрался он именно в такие артефакты. Поэтому, ну, вот, ну, ничего не поделать. Так, ну, на варде видно, на варде видно. Давай, стан, стан, прописали. Сейчас у него будет БКБ. Еще один стан, надо не выпустить его. И стан, лагуну, лагуну, дальше, дальше. Просто БКБ успел таки поражать. Но это было слишком поздно. И уже ничего оно не спасало, никого оно не спасало. Соответственно, просто было потрачено. Можно, конечно, сейчас задать вопрос, зачем было тогда прожимать БКБ. Но, как вы знаете, всегда надежда есть, что вот, а вдруг, что-то сейчас произойдет. Вдруг ты прожмешь БКБ, там еще какие-то стики, которых нет. Вдруг там как-то миссы пойдут, которых тоже нет. Ну, в общем, что там? Надежда, друзья. Одним словом, надежда. Когда вы приходите на экзамен и выучили всего один билет, на что вы надеетесь? Конечно же, на то, что этот билет вам попадется. Было ли когда-нибудь у кого-то такое, что вот вы выучили реально один билет и он вам попался? У меня было две таких ситуации. Один раз у одного моего, это было в школе, кстати, получается, как-то в институте, это одногруппник. И как школьный товарищ называют? В общем, у школьного товарища, да? Это был экзамен по истории. Он получил первый билет. В восьмом... Нет, в девятом это было классе, кажется. Да, в девятом классе. В восьмом... Наверное, в девятом классе по истории. Он получил один билет. Первый. И зашел самый последний экзамен. И ему этот билет попался. А у меня была такая история тоже. На экзамене по истории, он уже в одиннадцатом классе. Но тогда я... Ну, как бы не то же, я все выучил, но я все знал. Вот. Но лучше всего я знал там какой-то... По-моему, это был пятнадцатый что-то такой билет. Ну вот... По-моему, пятнадцатый. Там просто был такой фуфлыжный вопрос. Один, другого слова нет. Там что-то про Чернобыльскую электростанцию. Там значение там что-то... Но это было легко на самом деле. Можно было там рассказывать очень много про это все. И один какой-то такой пантомики вопрос был. Я даже до сих пор помню. Это был вопрос про НЭП. Новая экономическая политика. Ленин там двадцатые годы. Двадцать первый, по-моему, даже. Ну, короче. Я просто знал хорошо этот там вопрос, а тот... В итоге я его вытащил. Вот. Как-то так. А может быть даже там три было вопроса. Третий я не помню. Ну, короче, ладно. Вообще такая была история. Можете делиться своими историями, если у вас... Они... Были. Просто потому что пока ничего не происходит. Мы формим на БКБ. Мы там ждем нового Рафана. БКБ, кстати, есть. Уже два штуки. Так, а кому еще тут надо БКБ? Квакверку нужен Аганим. Тут есть блинк Мека. Здесь... На самом деле, Глимера тут БКБ не надо. Больше никому. Реально, оно не надо. Не сдалось бы, что не надо. Владимир еще будет Ограф. Так вот, охота за Фениксом. Феникс лучом себе прожигает путь к победе. Но, трон! Насколько же ты был точен! Насколько же ты был и не точен в первый свой хукшот. А вот сейчас было все вполне себе правильно и великолепно. Посмотрим на этот бой, но я думаю, там особо сильного итога не будет. Ага, Lotus Orb. Окей. Решили через стоп заходить. Ну, это логично. Там ведь уже отсутствует тавр. Меньше надо испытывать неприятностей. Вот, подсказывает Одноклассник, точно. Одноклассник. Вы помните, я во время драфта не всех вспомнил героев, так что это все простительно. Так, думаю, что нападение. Нападение избиваем, бьем хорошо, ломаем. Так, крушим. Суперсопог. Ага, ну вот теперь ворды. Тут фортификация, может быть, смысленно жать просто, потому что в сторону отдали. Так, 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 так. Так, ого, хорош, хорош. Барашка, ого, так, форсаснул тебя назад. Гост это правильно купил, чтобы защищаться, как бы, от из урона. Но никого ровно в этом не потеряли PD, ну, кроме этих вордов. Ну, я думаю, им не жалко, да? В сторону забрали, сделали, сделала. Но теперь можно пойти поискать Рошана. Что касается поисков Рошана, то, ну, как вы видите, их быть не может, поскольку... Ну, где Егис? А, вот в Сэмпларке, да? Не будем искать Рошана. Что бы мы искать? Ну, теоретически, как бы, самое логичное решение, я думаю, вы со мной согласитесь, это просто пойти еще одну сторону попробовать. Добрать хотя бы тавр. Две минуты, собственно, у Егиса еще есть в запасе у Sunlight и его команды. Ну, они как-то не хотят эти две минуты использовать. Ну, они идут искать аншентов. Ладно, мы что-то будем искать, мы будем искать фар. Одним словом. Ну, может быть, какой-то ганг вот сейчас Sunlight совершить. Все-таки на хосте, он там БКБ у него есть. Так-так-так-так-так. Оп-оп. Смог, развелся. И просто убегаем. Ну, возвращается. Это Пларасасин. Возвращение. Это Пларасасин. А-а-а. Ха-ха-ха. Ну, на Варде, конечно, видно, однако ровным счетом ничего не могут сделать Арканду, потому что слишком далеко, слишком опасно, слишком страшно. Плюс. Ну, Аегис. Как-то. 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 Как бы такое. Кто-то пишет, что была у него история, он выбросил портфель друга в окно. Ну, повседневная история, если честно. А шо, что так друга-то своего обидел? Может быть, это какие-то признаки дружбы, так вот выражают сейчас. Ну, ладно. У нас файт, в общем-то, закон. Ну, на самом деле он не начинался, и вроде как... Ага, вот теперь начинается. Полетел там. Холкшот, есть Глобал. Акад уже... Аркад J4 погиб. Есть Супернова. Супернова расстреливают. Так, БКБ как Жакалы. БКБ дальше. БКБ, на самом деле МЛД. Пошли. Смин Рекавери. Ну, смысла драться, видимо, уже нет. И G. Казарму Сил Света на нижней линии. Ну, вот так вот еще. Показывает ровно, что на самом деле эти два просто были... Нелепой случайностью. 1-0, друзья. 1-0, очень простая игра для... Про-дота-гейминг. Ну, вот... Ну, файта не было, реально. Вот не было файта. 4-6-6-6. Вот только голды. Ууу, тамплорассасин. Ну, давайте небольшой коммершиал, и мы пойдем с вами искать еще одну.